Добрый день, дамы и господа! Всем привет, ребята! Всем добро пожаловать! Это у нас игрушечка Норленд, наш любимый правитель Вечолюб, который любит многих своих поданных, в прямом и переносном смысле продолжает управление нашим государством. И да, ребята, любители перфекционизма, можете меня ругать, я построил очень криво дома, очень неперфекционистически, не знаю, зачем я так и построил, но да ладно. И, в принципе, вот так у нас постепенно здесь налаживается экономика. Кстати, интересно, у нас деньги восстановились каким-то, не поймем, необразным путем, не знаю, как это произошло. В общем, сегодня попробуем как-нибудь наладить экономику, хотя она, кстати, сама по себе налаживается из-за того, что все-таки наши жители здесь играют. Я понял, как получать постепенно золото, голду фармить, понятно. Построим еще одну пивоварню здесь, рядышком. Короче, понятно. Неплохо, неплохо. Я понял, как голду фармить. Самое главное теперь больше людей. Отчет об экономике. Баланс плюс 52 золота, выплачено 80, продано местных товаров 114, вложено ресурс 300. Шутка про тракториста в средневековье. Ну ладно. Короче, я примерно понял, что нам сейчас надо делать. Нам надо сейчас строить дальше домики, постепенно увеличивая тем самым количество крестьян в городе. Поэтому поставим сразу же несколько общежитий для будущих, скажем так, домов. Допустим, блин, я теперь его близко поставил. Не знаю даже, какой ужас. Ладно, поставим их так. Это я удалю, поставлю заново. Короче, ладно. Пусть так стоит, как стоит. А то первое выживание, поэтому... Вообще первое. Первонаперво. Первонаперво, что у нас мы должны с вами сделать? Да уж. Вроде, кстати, построить лесопилку. Понятно. Не обучается. Нигде молиться. А, людям нигде молиться. Храм. Нужно храм. Срочно нужно будет построить алтарь. Так, понятно. Ну, короче, будем алтарь. Давайте алтарь построим где-нибудь здесь, например. Ладно, давай дорогу проведу сначала к нему. Вот здесь пускай будет алтарь у нас. В сторонке его построим. Чё-то, честно говоря, в прошлой серии не обратил внимания вообще на алтарь. И вообще на это всё дело. Так, торговля. С караваном имеют свои грешения, поэтому вы всегда можете торговать с соседним... Понятно. Можно заключить с ними торговлю. Торговать автоматически. Ну, давай поставим торговать автоматически. Доверимся великому боту. Так, ну, деревья добываются. Хорошо. Такое ощущение, как будто он её бьёт. А не деревом. Правильно. Работай. Работай. И Дарина такая... Оу май. Можно пойти поработать. Ладно. Окей, Дарина. Чё ты ещё не делаешь? Наградить. Мысль. Лояльность. Цена 5. Ага. Угрожать. Обучать. Социальность. Надо, короче, всё-таки как-то её... Я даже не знаю. Припахать, что ли? Стражники. О чём я не могу стражников? Радиус подключен. Макс уровень боя. Десятый. Угу. Понятно. Давай приоритет поставим на всякий случай. Так. Ну, люди пока постепенно идут. Лесная трава тут у нас. Железо 18 идёт. Что мы можем ещё сделать? Пока по финансам, вообще по экономике у нас неплохо получается. Угу. Меню финансов. Притон. Ну, для притона лучше звучит, конечно, притон. Причём притон. Притон при самом. Этот притон для продажи, конечно, шикарен. Давай, ладно, ещё одну таверну, сюда бахну. И сюда притон рядышком с ним бахну. Допустим, вот так. Вроде как они не должны друг другу мешать. Теакс. Игра автоматически сохраняется. Всё хорошо. Строители. Вводим, короче, наращивая свою экономику. Потому что торговец у нас есть. Он периодически приходит. Так. Два мигранта пришло. Хорошо. Наш королевство расширяется. Мне это нравится. Это, судя по всему, пол. Это у нас главное здание, я понял. Ну, типа склад основного такого. Бывает у нас дополнительный склад, вроде бы. Так. Что тут у нас ещё есть? Молятся. Хорошо. Проблемы есть. Финансы, кстати, постепенно более или менее восстанавливаются. То есть я не просрал все деньги. Как я думал, что я просру их. А нам надо, кстати, быть, между прочим, железную шахту. В провинции нет месторождений железа. Это фиаско, конечно. Так. По производству. Пивоварню. Давай построим рядышком здесь пивоварню. Всё-таки будем постепенно, помимо экономики, ещё и, как сказать, углубляться в... Ну, вы поняли. Углубляться в правильное, скажем так, правильное русло. На всё про всё у нас дерева, конечно, маловато. Мельницу. Отчёт по экономике. Деньги растут. Выплачена зарплата. Произведение ресурсов. Угу. Экономика. Всё хорошо. Не хватает брюки на поле. Рабочих не хватает. Я понял. Так. Что это такое? Ресурсы провинции. Вырублено лесом. Плодородность почвы 100%. Внешний рынок. Ну, короче, всё хорошо, более-менее. Единственная проблема, что Дарина, она с нами ещё на некоторые инспекции. Короче, она на некоторое время ещё с нами, но я думаю, это ненадолго. Кстати, тут можно посмотреть вещи. Как их выдавать, я ещё не понял, конечно же. Настроение, манеры, действия. Короче, понятно, что ничего не понятно. Но будем пытаться как-то с этим... Да, дома, конечно, у меня здесь бывали и лучше. Я могу предположить. С домами мне придётся отдельно как-то поколдовать над их. Скажем так, поведением. В плане стройки. Какой ужас. Ладно, сносить я их не буду. Как-то мы расширяемся с вами немножко вбок. Надо, наверное, и вниз расширяться. Так, чё тут у нас? Жители. Жители. Так, новая империя. Постепенно может продолжить. Виндя справиться. Норлода под вашим контролем. Как король вассального государства. Вообще понятно. Амбиции короля. Новая империя. Вот это ещё всё у нас тут амбиции. Отношения. Ага, то есть мы можем расшириться и нам пришлют епископа. Криминал. Так, бродяг в городе. Коловорезы. Войны. Всего война в городе. Строение ноль. Это пленников тоже. Ноль крестьяне. Слушай, а как мне набрать воинов? На складе. А это что такое? Так, позаботьтесь, чтобы у вас больше детей. Так как текущий положение лордов умрёт. Дальше. Я понял. Ну, короче, это тут подсказка, всё-таки они выскакивают здесь. Понятно. Хорошо. Это что такое? Там вторкаются? Нет, это не к там вторкаются. Это, видимо, король какой-то соседней страны. Стоять. Так, король решает, что он насчёт часа объявить об амбициях, которые придут в будущее. Так, завоеватель достигнет производства товаров на сумму 1600. Нифига себе. Так, объединить только помогая друг другу, мы выставим. Расширьте ваш союз свободных городов. Давай, наверное, выберем амбиции вот это. Чем больше населения, тем больше силы. Увеличьте провинции. Рекомендованным. Понятно. Короче, мы пока что попробуем объединяться. Тут надо ещё... А, понятно. Нам биться надо... Короче, надо с ближайшими, с как-то королевствами. Монение о нас минус 11. Монение о нас минус 11. Монение о нас плюс 10. Выбираем все союзников, короче. Кто они про нас думают? Подожди, как я это посмотрел? Так, про нас 15. Понятно. Ой-ой-ой, слабее меня. Ненавистная культура. Короче, я как минимум уже трое. Врагов. Ну, по крайней мере, ладно. Вот этих. Вот этих и вот, да. Вот трое врагов нашёл. Возможно, с этими можно как-нибудь будет говорить. Но пока дипломатию я трогать не буду. Пока надо развиваться. Более или менее. И пытаться понять. А, можно перенести, кстати, здание. Слушай, можно перенести здание, да? Здание можно перенести и выровнять. Ребятки, я эволюционирую. Ага, так я его ещё и далеко перенёс. Короче, я эволюционирую, но наоборот. Вот. Ладно. Всё. Но это занимает, конечно, затрагивать дерево наше. Которого и так немного. Но предположим, предположим, перенести здание. Блин, и здесь по пять затрагивает. Обалдеть. Так, ладно. Дороги. Дороги-дороги. Здесь дорога ещё была, наверное, да? Думаю, допростят меня мои крестьяне за то, что я так здание перекидываю. Перетусовываю просто их, как хочу. Особенно лесорубы допростят меня. Но надо сделать по феншую. Надо сделать всё по феншую, ребят. Согласны? Блин, я забыл как. Я вот так доставил здание. Да, хорошо. Следующее здание. Сюда. Всё. Отлично. Так, мы получили интеллект. Хорошо. Интеллект есть. Можно поесть. Дерева мало. Так. Игра сохранена автоматически. Хорошо. Деревья тоже рубятся. Лесопилку надо бы, наверное, рабочие не получили инструкцию сегодня. Почему? Значит, инструктору нужно вечелюбом назначить инструктором. Так, улучшить. Так, мне сейчас больше всего нравится. Сейчас под конец вечера. Кто-то пристался там. Сейчас просто, посмотри, как деньги польются рекой. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Надеюсь, что польются. Откуда хотя у крестьян деньги? Я не знаю. Торговать. Давай с тобой поторгуем ещё сейчас. А, они на молитве сейчас. Хорошо. А-а-а. А-а-а. Это ничего себе молитва. Интересно было. Ладно. Так, давай посмотрим. А где торговец там? Вечерёк. Так, просьба о помощи. Так, нас тут просят о помощи, да? Давайте сначала посмотрим экономику. Ну, короче, неплохо. Чуть более-менее золото пришло. Статистика. Мигранты пришли. Частая мысль и усталость. Короче, нормально. Свободный лорд ждёт, чтобы его наняли. Ага. Это, видимо, вот этот лорд. Надо попробовать нанять его. Тоже на 10 дней. Да, отправим Дарину его нанимать. Просьба о помощи. Что за просьба о помощи? Как её? Ой, блин. Чё я? Стой, подожди. Подожди. Почему я поставил дизлайк? Нет? Подожди. Помощь нейтрален. Понятно. 25. Почему-то все к нам относятся, как не явился на бой. Что? Какой бой? О чём речь? Ага. Можно, вот, как можно улучшить отношения. Политика. Принять вас в союз. Узначает. Ага. Мирный договор. У вас дружеский. Подсказка с помощью действия. Можно поставить соседей. Давай попробуем. Стоимость пастерических услуг церкви 200 в случае успеха. Ага. Ну, можно попробовать. В принципе, мирный договор. А, это на 10 дней всего лишь. Угу. Давай попробовать солитет. Можно отношения провести время. Визит посланника. Подношение к королю. Давай Дарину отправим. Скорее всего, она сейчас... Она всё равно скоро от нас покинет нас. Поэтому, скорее всего, её и отправим. Надо же всё-таки, помимо внутренней, как говорится, политики, надо ещё и внешне заниматься. Кстати, деньги-то растут. Мне это нравится. Цветы кольца. Понятно. Цветы кольца. Хорошо. Что тут у нас такое? Рабочие инструкции не получены. Почему? Инструкции не получены. Где-то в данный момент. Будут прямо сейчас принесены на склад. На этот счёт рабочих от производства. Короче, понятно. Не будем мешать нашему с вами. Просьба о помощи. Тик, вода, что же не может ждать продолжения благородных невест. Традиционный размер плагового коза невеста. Увести от силы её... В вашем случае 644. Ваши отношения улучшатся. В принципе, нейтрален. Но если вдруг... Угроза на слетец. Это... Всё сильнее. В ближайшее время собираются присоединить. Драгон. Кого присоединить? Драгон. Это кто? Кого? Драгон. Драгон. Ну, короче, это не нас. Понятно. А, это вот. Это глупый. Зелёный шпиль. Короче, наверное, кто-то здесь им угрожает. Армия агрессора. Плюс 30. Людей не хочу терять. Можно попробовать ему... Как кто-то править-то? Назначить жених на выданное. Тёмные дела. Тут можно убийство лорда, похищение лорда, ограбление библиотеки. Король. Ага, он. Здесь король пока что. Я понял. Королева, торговец, политика. Ваш союз сажение дотла. Вежливо. Понятно. Короче, понятно, что ничего не понятно. Это на самом деле не так всё просто. Не так всё легко и просто. Это, кстати, наш отправляется в Искро... Искорь. Искоровье. Я бы даже сказал. Простите меня за то, что я тут немножко косоязычлю. Косоязычу. Короче, наш здесь пока что здесь посланник завершил миссию. Ага. 14. Понятно. Хорошо. Отношения армии у него никакая. А что у нас? Можно посмотреть как-нибудь нашу территорию? Ноль золота. Ноль армии. Ноль лучников. Ничего нету. Зато мы богатые. Что у них? Денег нет. Денег нет, но есть люди. Есть всё. Капец. Я бы так и сказал. Короче, я жёстко углубился в экономику. Это кто? Куда ты пошёл? Стой. Стой. Вернулся в провинцию. Вечелюб, бегом догнать её. Догнать и пригласить к нам. Ты чего не договорился? Понять. Тарина. Вас лучше Вечелюба отправить на другое задание. Капец. Она покинула нашу провинцию. Я понял. Мда. Ладно. Ладно. Понятно, что непонятно. Войны. Давайте с вами попробуем разобраться. Дополнительные склады. Понятно. Давай построим тогда парочку складов. Раз меня попросили. Сервисы. Склад. Склад у нас будет ещё один здесь, наверное. Блин. Да простят меня древорубы, лесорубы. Я всё-таки поближе всё попереношу пока что. Так. Чё там у нас с войнами? Надо разобраться с войнами. Жители. Ноль из десяти. Это что, не жители, что ли? Это крестьяне. Лёгкая усталость. Как нанять воинов? Армия. Всё. Понятно. Можно нанять здесь. Ага. Из крестьян. Ноль крестьян готовых сражаться. Почему? Командующий. Командующий будет у нас понятно. Вот этот. Создать. Войнов-то нет. Наемников только если выбирать. По шесть в день. Надеюсь, не с каждого. В принципе, у меня деньги-то есть. Просто найму. Вот в качестве. Что-то мне подсказывает, что лучше всё-таки нанять их в качестве защитников. По двадцать в день. Мы можем, в принципе, вытерпеть это всё. По шесть. Он придёт поселение через тридцать двух часов. Понятно. Через тридцать два часа придут только. По восемь. Ладно, пока так оставим. Сводка по миру. Нет событий. Нет событий. Я понял. Короче, тушёный брюкву изучаем. Это здание склада. Нельзя поближе его как-нибудь? Нет? Сто тридцать. Сто тридцать пять. Капочный эффект. А нельзя, да? Нельзя его поближе никак перенести. Я понял. Вообще производство. Давай. Вообще производство. Кто меня поприветствовал? Это кто? Ого! А чё ты здесь забыл? Король. Подожди. Король? Это король этого? Подожди, кто ты такой? Да, это король. А чё ты здесь делаешь? Подожди. Подожди, 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 подожди. Я не ожидал, конечно. Лояльность сто. Настроение семьдесят пять. Пленить, выгнать социальное. Провести время. В процессе не обязательно хороших. Охота. Мудрая беседа. Сыграть в кости. Ставка три. Естественно, классно. Соблазнить. Ну да. Давай, наверное, охота, наверное, их отправить. Вечелюба. Потому что я не ожидал здесь увидеть. А чё ты припёрся в этом? В доспехах? Дружище, ты же мне здесь рубить никого не насобираешься, надеюсь, да? А, это они оделись. Так, они оделись в броню и такие. Гона волка. Ну, гона волка. Я понял. Братан, идите. Восердился или что-то я не понял. А, ну, короче, ладно. Пока нормально, нормально. Причём мы, возможно, нашли первого ближайшего союзника. Так. Нападение. Вы можете назначить... Угу. Потролять армии. Ну, это я понял. Это я знаю. Пришло два мигранта. А чё наша тут... Вечелюб не может двигаться. А чё с тобой, братан? Ты чё наша не может двигаться? Изнеможение. Шесть. Ты только у меня не умри здесь, пожалуйста. Тут, понятно, короля чисто забрали. Чё случилось? Так. Щедриться сказал слухи про... Короче... Понятно. Не угорают с нашего короля за то, что он такой... Завалил волка и нажрался, короче, вообще в говнище. Так. Результат помощи. Ммм... Ковались за Озерград. Становится всё сильнее в ближайшем времени, собрались пристили... Мисс Хвель. Понятно. Армия. Такая-то топорщики без броня со щитом. Силовер не дождался помощи. К сожалению, жаль, что я не дождался моей помощи, дружище. Короче, с нижними у нас отношения вроде как улучшаются. С верхними тоже как. А вот с этим и этим пока непонятно, как у нас отношения. Деньги растут. Люди идут. Что у меня вообще? Скоро придут солдаты вроде как. Выгнать, пленить. Да не, пленить мы не будем. Он вроде наш братан. Пускай они, наверное, выставят на дуэль. Давай его, наверное, отправим. Короче, отправим нашего короля местного, чтобы он постепенно улучшал отношения. Экономика. Минус 34. Золото. Зарплат. Местная рынка. Вложенная на склад. Я понял. Почему инструкции не проведены автоматически? Что за мистерей после войны? Нормально он тут волка тащит на себе. Дядь, неплохо ты. Не, ну жертва принес его. Ладно. Мясо появилось. Непотребность пищи. Понятно. Так, что у меня тут? Будут охотники сегодня? Нет? Будут у меня сегодня кто-нибудь? Таверна, притон. Так, подожди, стой. Что у нас тут на складе? Нектар. Продавать. Самогон до 6L. Короче, понятно. Производство. Сделать. В принципе, делать до... Давай сделаем, наверное, самогон. Ну, 30. Ладно, сделаем. Я просто что-то немножечко не обратил внимания, что сделано. Все у нас вот так здесь на складе. Перенести. Понятно, короче. Производство у нас здесь есть. Можем что-то здесь еще поступить. Надо просто следить за всем. Я пока что за всем не успеваю следить. Смотри, где пивоварня. Лучшить. Отправить. Перенести. Понятно. Пивоварня готовится. Производства никакого нету. Армия через 10 часов только будет у нас. Короче, угорают у нас Асернук и Вечелюк. Они просто ходят, угорают. Говорят, смотри, мое королевство. Он такой, да. Да, вообще угарное, говорит, твое королевство. Подразнили друг друга. Очень не оценили. Ладно. Мне просто очень удивило то, что пришел король соседнего государства к нам на территорию. Он такой, ну, типа, а что нет? Давай я приду к тебе в гости. И все, и все норм будет. Рабочих не хватает. Экономика в одном месте у нас, как обычно. Ну, это то дерево идет постепенно. Я не знаю. Производство, создавая производство сейчас опас ресурсов. Как? Ладно. Ладно, ладно, ладно. Пока что помолчим. Асернук. Он отдыхает. Вот по миру. Так, столица была неудачно атакована армией. Была успешно атакована. Покинул союз городов. Че, 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 че у нас? Ой, ёооо. Вот этот дядька-то у нас жесткий, оказывается. Союз городов. Это печально. А что если со Сирнубом попробовать какую-то фигню? Я не знаю. Важные персоны. Мудрая беседа. Печелю. То есть и время, охота. Мудрая беседа. Ладно, отправим их всех общаться. Не будем оставлять его ни на секунду. По максимуму просто сделаем сводка по миру. Меня, конечно, немножечко беспокоит, что тут все так происходит. Но да ладно. В принципе, временная армия у нас будет. Управление нектара. Нашение брони. Но она временная у нас, да? Все. Именно то, что нельзя, я понял. Хорошо. Ну что, лучше попробовать? А, нужно изучить. Я понял. Круче, дерево есть? Все вроде есть. Я не понимаю. Тут на сколько? Два, два. Людей много. Точнее, зданий много. Людей мало. Сервисы, библиотеки. Печелюк, где ты есть? Ты книжки читаешь. Я понял. Сейчас себя императору уже иметь. Понятно. Обучиться военного дела. Понятно. Достаточно высокие обучение. Экономика, епископ, социальная. Вроде как, у них доспехи есть, я понял. Вот тут кто-то опять вместе время проводит. Ну, короче, понял. Наше государство пока что в процессе роста. Блин, надо бы ему девчонку отдать. Пускай они вместе время проводят. Охота, мудрая беседа, кости. Соблазнить. Покравить. Нетушки, спасибо. Ладно, пускай он остается у нас. Я бы он предложил какое-никакое, не знаю... Сотрудничество. Потому что если по миру судить, то что Озерград и Мист Хвейн объединились, на это не нравится. Эти к нам не так себе относятся. Эти вроде как неплохо, дружелюбно. Эти с нами тоже никак-то не относятся. Надо с ними, наверное, отправить улучшение отношения. Визит посланника. Дарину давай отправим. У него хорошо получается посланника к ним. Так, у этих. С этими что у нас? Отношения к нам нет смысла, понятно. Эти как к нам? Он пренебрег мной. Он издевается надо мной. Понятно. Короче, с этим будем, скорее всего, воевать. Даже нет мыслей. С этими... Ага! А с этими-то мы как? Мы, оказывается, охотились вместе. Подожди, а с этими что? Стой. А, мы с этими... Блин, я их допутал. Друзья, откуда ты есть? Друг мой, я вообще путаюсь. Ты вообще откуда? Ты кто? Ты из... Ты же отсюда. А что с этими у нас? А с этим королевство у нас нейтрален. Минус один. Не, все хорошо. Все эти тоже минус одиннадцать. Ну, короче, по экономике мы вроде как лидируем, как я понял. Но это намного сложнее, чем казалось. И я, в принципе, думаю, игра очень сильно затягивает, ребят. Даже без какого-либо монтажа и даже без ускорения времени. То есть, ну, вы видели, что я постоянно играю на ускорение. Просто игра очень затягивает. И это реально очень круто. Вот, кстати, приходит наша... Дарина покинула провинцию. Это, кстати, вот наши первые вояки здесь появляются. То есть, войны. 2017, налог, уплатишь 6. Ну, более или менее, короче, я понял, как управлять нашим государством. Вообще, постепенно наращиваем экономику. Наращиваем боевую мощь. Соседи у нас вроде как тоже постепенно начинают улучшаться. То есть, я хочу как минимум в будущем улучшить отношения с Искровью, с Древолесьем. Чтобы мы были, так сказать, центром. И, скорее всего, мы будем воевать с Озерградом, Мистхвейном. Возможно, с ними получится, с Драконорогом отношения. Этого тоже не по этой земле. Там тоже какие-то земли. Просто везде все люди постепенно как-то, не знаю, живут, процветают. Даже не знаю, короче. Ну, интересная игрушка. Очень интересно. Мне заходит прям. Что вы думаете по поводу этой игры, ребят? И у меня на этом, конечно же, все. Всем большое спасибо, что смотрели. Увидимся, услышимся на полях сражений. Всем пока-пока.